В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Между микрорайонами Восточная Бутова и Государев Дом появилась новая дорога. Теперь у местных жителей есть возможность быстро добраться до других населенных пунктов. Дорога, которая была еще построена в старые древние времена совхозом 21-го съезда, была перекрыта и не эксплуатировалась, учитывая тяжелую дорожно-транспортную ситуацию. Большой этнографический диктант прошел в трех школах муниципалитета. Некоторые вопросы озадачили даже преподавателей. Для меня оказалось сложным вопросом. Десятый и семнадцатый пришлось писать наугад. Участники ансамбля русской песни и танцев «Калинушка», недавно ставшие призером всероссийского конкурса, раскрыли свой секрет успеха. Наши актеры, по сути, получается, и поют, и танцуют. То есть совмещая сразу два направления. В Ленинском районе появилась новая дорога. Точнее, заново построена старая. Асфальтовое полотно имеет протяженность чуть меньше километра. Тем не менее, оно способно существенно повлиять на движение в районе Расторгуевского шоссе. Проехала по обновленному пути и наша съемочная группа. Сторожилы прекрасно знают эту новую старую дорогу. Необходимость восстановления этого проезда стала очевидна, когда вырос жилой комплекс «Восточная Бутова». Дорога, которая была еще построена в старые древние времена совхозом 21-го съезда, была перекрыта и не эксплуатировалась. Учитывая тяжелую дорожно-транспортную ситуацию, я вышел с инициативой данную дорогу реконструировать, реанимировать, запустить, для того, чтобы была альтернатива выезда из микрорайона ЖК «Восточная Бутова». Почин депутата поддержали коллеги и глава муниципалитета Валерий Венцель. Казалось бы, сказано-сделано, но все оказалось просто только на бумаге. Потребовалась большая кропотливая работа по переводу данного участка в муниципальную собственность. И только после этого постройка дороги стала возможна. Пока автомобилей на вновь открывшейся дороге немного. За 10 минут, что мы здесь снимали, проехало ровно три машины. Но, как известно, сарафанное радио у автолюбителей работает исправно. А стоит думать, через пару месяцев тысячи водителей смогут оценить удобство этого пути. Дорога имеет две полосы по одной в каждую сторону и проходит через лесной массив, расположенный между жилыми комплексами Государев Дом и Восточная Бутова. Ее протяженность чуть менее одного километра. По итогам проведения электронных процедур была отобрана подрядная организация ООО «Строинвест-3», которая в период с 20 октября приступила к выполнению работ. Работы на текущий момент завершены. В пределах 10 дней подрядная организация выполнила весь объем. Площадь ремонта составила 4400 метров квадратных, протяженность 798 метров. Дорога стала своеобразным продолжением эстакады «Лопатина-Боброво-Дрожжино» и является еще одним весьма удобным выездом из микрорайона Восточная Бутова. А водители Ленинского муниципалитета получили возможность сэкономить время. Она действительно альтернативна Расторгуевскому шоссе. Она сокращает достаточно большой угол временного периода для того, чтобы доехать до Бутова-парка 2-2-Б, до Восточного Бутова, со стороны города Видное. В нашей технике специализированы это скорая помощь, пожарные машины, машины МЧС. Всего в 2019 году на территории Ленинского городского округа было отремонтировано 27 автомобильных дорог. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. 1 ноября во многих городах России прошел Большой этнографический диктант. В нашем муниципалитете его провели на трех площадках. Так много желающих было принять в нем участие. Некоторые вопросы озадачили даже преподавателей. Какие именно узнала наша съемочная группа. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в России проводится уже в четвертый раз. В прошлом году его написали 392 тысячи человек в нашей стране и за рубежом. В Ленинском городском округе акция проходит в третий раз. В этом году желающих так много, что диктант написали одновременно на трех площадках. В Развилковской школе, школе номер 10 и в Видновском художественно-техническом лицее. В Развилке пришли проверить свою этнокультурную грамотность 60 человек. Из них 30 человек – гости, пришедшие. И 30 человек – это учителя и учащиеся наши школы, которые изъявили желание поучаствовать в этом диктанте. Принять участие мог каждый желающий, независимо от возраста. Участникам выдавали личный регистрационный номер. По нему они смогут потом узнать свои результаты. Цель акции – оценить уровень знаний населения о народах, проживающих в России, и выявить общий уровень этнокультурной грамотности. В перечне вопросов был и региональный компонент. В наших бланках, к примеру, вопросы касались Московской области. Этнографический диктант больше напоминал тест. На 30 вопросов нужно было ответить за 45 минут. Некоторые справились заранее. Все участники отметили, что задания были не из легких. Над многими пришлось основательно поломать голову. Диктант был довольно-таки сложным. Некоторые вопросы были простыми, можно было догадаться по логике. Некоторые вопросы надо было просто знать. Самый сложный был, лично для меня, был 16-й вопрос, где надо было сопоставить современные и старинные названия. Вот плоскорельефная резьба по дереву с растительным орнаментом, связанная с Подмосковьем. Я выбрала Варнавинскую, но я не уверена, что это верный ответ, поскольку я не очень хорошо знаю данный материал именно по этому вопросу. Ну а все остальные вопросы были весьма-таки решаемы. Я решила посмотреть вариант прошлого года, и там было тоже 30 тестовых заданий. Когда я решала эти задания, мне показалось, что это достаточно легко, и там даже были правильные ответы. Но сегодняшние задания не такие легкие были, но достаточно интересные. Там было много вопросов насчет государственной переписи населения, и это было сложно. Любопытно, что вопросы озадачили даже педагогов школы. Пару вопросов я, скажем так, путем логических каких-то домышлений я дошла до них. Но ответ еще не знаю, поэтому не могу сказать, правильно или неправильно. Но ответы сложные. Вот дети сейчас выходят, говорят, сложные такие, достаточно серьезные, требующие размышления. Для меня оказалось сложным вопросом. Десятый и семнадцатый пришлось писать наугад. Ну сейчас пойду, обязательно залезу в литературу, найду, узнаю и буду знать. Уже сегодня все работы будут проверены. Правильные ответы вывесят на сайте акции 10 ноября. А список победителей будет размещен там же до 12 декабря. После подведения итогов все желающие смогут получить именные сертификаты с указанием набранного количества баллов. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На телеканал Видное ТВ обратилась жительница дома номер один по Жуковскому проезду Ирина Козырева. В ее квартире на втором этаже постоянные сырые стены покрылись грибком. Жить в такой обстановке холодно и некомфортно. Сегодня в нашей постоянной рубрике по адресу корреспондент Юлия Пагасьян попытается разобраться в ситуации. В доме, которому более 30 лет, по словам нашей героини, ни разу не делался капитальный ремонт. В квартирах, выходящих на торец здания, образуются протечки из-за плохих швов. Ирина Козырева живет в первом подъезде на втором этаже. В ее квартире на торец дома выходят две комнаты – спальня и гостиная. Говорит, ремонт делать смысла нет. Новые обои вскоре станут такими же – с подтеками и грибком. Пару лет назад женщина обращалась в свою управляющую компанию. Тогда специалисты утеплили межпанельные швы, но, по словам хозяйки квартиры, некачественно. Они уже отваливаются. Происходит намокание, стены мокрые. И очень-очень-очень холодно. Сейчас вот начнется минусовая температура, и получится, что они и не покрываются. Там где-то просто щели, брак, оно протекает, промерзает. Спасают только горячие батареи. Благо, централизованное отопление в этом доме работает исправно. Помимо качественного утепления швов, здесь необходимо утеплять и фасад, сами бетонные панели. От этой проблемы страдает не только квартира Ирины. Такая же ситуация по всему стойку. Общалась с соседями. У нас родственники проживают на восьмом этаже. У них грибок. Им сделали сейчас швы тоже. Они написали заявление. Но грибок есть. Там черные пятна. Хотя у них и сделан на ремонт, в отличие от нас. В муниципальной управляющей компании о проблеме знают. Сотрудники организации считают, что это результат строительства дома с использованием некачественных плит. На сегодняшний день уже подготовлены документы на внесение здания в краткосрочную программу на капитальный ремонт по утеплению фасада. Краткосрочная программа, тот список, который мы подали в администрацию, это три года. Просим администрацию, чтобы включили в ближайший год. Для того, чтобы люди могли решить свою проблему. Потому что в рамках текущего содержания сделать утепление квартир, которые стоит одна квартира порядка 500 тысяч, просто невозможно. Утепление фасада будет производиться на обоих торцах дома. Ведь сотрудники управляющей компании подозревают, что ситуация с протечками существует и у жителей последнего подъезда. Остается только запастись теплой домашней одеждой и набраться терпения, пока проблема полностью не будет устранена. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В Калиновском центре «Досуга юность» своей репетиции проводит ансамбль русской песни и танцев «Калинушка». Молодой во всех смыслах коллектив недавно стал призером всероссийского конкурса. В секретах успеха небольшого ансамбля разбирался Арсений Рогозянский. Творческий коллектив «Калинушка» появился всего два года назад. Тогда еще на кружок хорового пения ходило около десяти человек. Одним из них был Святозар, который в свое время случайно попал на одно занятие, но в итоге надолго задержался. Говорит, здесь узнал много нового. Я научился красиво петь, петь громко, петь хором, петь красиво. Главный принцип – живое пение под живую музыку. Сейчас в подобных коллективах такого практически не встретишь. «Калинушка» постепенно пополняется новичками. На данный момент в ансамбле занимается 20 детей. Некоторые из них уже умеют выполнять непростые танцевальные элементы. Пошли два шага. Раз, два. На всероссийском конкурсе «Сельская молодежь» «Калинушка» заняла второе место для участия. От команды требовалось отправить видео со своим выступлением. И далеко не каждый участник ансамбля, ожидая результатов, был уверен в таком успехе. Я просто радовалась. Мы думали, что мы займем второе место. Мы думали, что самое последнее будем. Руководитель ансамбля Оксана Афанасьева в своих ребятах не сомневалась, а потому и в успех верила больше. Триумф хоть и вечен, но репетиции никто не отменял. У коллектива уже намечен план работы. Очень нравится ребятам казачий блог, конечно. Мы сейчас, наверное, нажмем на казачьи песни, на танцы, будем детей учить шашками, селировать. И, в общем-то, будем это использовать дальше в нашей работе. Репетицию у ребят стало больше. Они занимаются три раза в неделю. По два часа за один день они изучают танцы и пение. Хореограф Илья Волков пополнил коллектив недавно, но уже успел полюбиться детям. Педагог собирается вести своих подопечных к новым победам и уже знает, как. У нас получается таким образом синтетическое искусство. То есть наши актеры, по сути, получается, и поют, и танцуют. То есть совмещая сразу два направления. Конечно, в дальнейшем нам хотелось бы иметь отдельно как вокальное направление, так и танцевальное. Но пока мы пытаемся совмещать и довольно-таки успешно. Путь от создания хорового кружка до становления ансамбля русской песни и танцев и призового места на Всероссийском конкурсе кажется не таким сложным. Он уместился всего в два года, однако достигнуть такого результата небольшому самодеятельному коллективу стоило больших усилий. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В Центральной библиотеке в шестой раз проходит выставка работ, поданных для участия в районном конкурсе «Хлам-арт». Необычные диковинные изделия изготавливаются из бытовых отходов. Подарить вторую жизнь ненужным вещам мог любой желающий. В этом году на выставке представлено около 250 работ. Многие из них сделаны как элементы декора, а некоторые применимы и в бытовых условиях. Есть картины, модели самолетов, светильники, часы и многое другое. Всего в конкурсе пять номинаций. В каждой по пять победителей. Нашу выставку приносят работы, которые выполнены из совершенно разнообразных материалов. В ход идет все. Пластиковая посуда, пустые бутылки, какие-то обрезки труб, старые ключи, ненужные разломанные конструкторы, прищепки, диски, все что угодно. В библиотеках муниципалитета часто проходят акции по экологическому просвещению. Участие в этом конкурсе принимали как воспитанники детских садов и школьники, так и пенсионеры. Гран-при творческого конкурса присудили за сумки, сделанные из целлофановых пакетов. В преддверии Дня народного единства прошла уже 30-я поэтическая встреча в рамках проекта «Стихи живут». В этот раз со сцены историко-культурного центра звучали стихи, наполненные глубокими и искренними чувствами к своей родине. Послушала их Екатерина Коваленко. За время существования проекта «Стихи живут» и это более трех лет в нем приняли участие люди самых разных профессий и возрастов, от школьников до сотрудников троллейбусного парка и кокса газового завода. А сегодня на сцене яркие представители золотого возраста. Приближается День народного единства. Уважаемые почетные жители нашего муниципалитета решили поздравить всех нас с чтением стихов, каждая строчка которых пропитана любовью к отечеству. И в их устах произведение «Я себя не мыслю без России» поэта Марка Олесянского прозвучало особенно трогательно. Без ее неизмеримой силы, без ее распахнутых морей я себя не мыслю без России, без ее любви и без моей. В историко-культурном центре собрались люди с энергичной жизненной позицией. Все они участники губернаторской программы «Активное долголетие». А еще, конечно, никто из них не мыслит себя без поэзии. Между прочим, четверо – члены Союза писателей России. Мы любим Родину каждый день, но не всегда задумываемся об этом. И замечательно, что есть такие праздники, этот праздник конкретно, который заставляет нас пережить это чувство с особой полнотой, задуматься о прошлом России, о ее настоящем, о ее будущем. Это было на самом деле продиктовано душой. На самом деле я и все, наверное, участники этого проекта любят нашу Родину. Поэтические чтения «Стихи живут» проводятся раз в месяц и приглашаются на них все желающие. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok